всем добра и здоровья я всех приветствую я прошу прощения может быть голосами немножко не такой приболел чуть-чуть сдуру съел из холодильника два яблока и сразу горло схватил очень чихаю каши соответственно жидкости вытекают я хочу вот прежде чем приступить к этим аппаратам они разнородные но их объединяет то что они были куплены в один день все-таки сделать преамбулу многие их не любят ну извините ребята я даже подумал что мой блог не про аппаратуру а так за жизнь на фоне магнитол там и других там радио приборов устройств скажем 22 марта среди ночи просыпаюсь вернее раннее утро бах 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 я услышал где-то пять или шесть прилетов думаю ну наверно уже больше не будет заснул до утра встаю к окну а что-то батареи холодные я не заметил что-то другого такое думаю наверно с отоплением какая-то проблема пошел на кухню смотрю часы не светятся думала вот она была прилетов где-то ну пишет там 15 17 ну и довольно наверно точно попала в общем света нету воды нету тепла нету растений нету населена одними роботами выглянул в окно у меня напротив через дорогу там два храма и источник им стоит машин куча видимо вода уже с верхних этажей сошла и люди просто для того чтобы хоть какую-то воду набирают в источники ну очень много у нас так на пасху когда там освещение происходит и вот когда что-то случается с водой по городу приезжают люди ничего не приготовить потому что у меня в доме электроплита в общем думаю чем заняться и лучшей мысли у меня не пришло как поехать на бараховку там народ раскладывается иду смотрю и такая то шипа естественно более за трапезном виде стояла грязная 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 походил смотрю хозяина нету причем со шнуром она была а стоит рядом мужичок там сосед он говорит позвонить хозяину я достаю сюда так давай я позвоню звонит 200 грн не вижу повода не не взятки у меня мой друг по к сожалению покойный у него была присказка не вижу повода не выпить но поскольку я с этим делом вы просто сам себе сказал не буду в общем я даже на недавний день рождения свой не грамма не выпил больше не вижу смысла когда один пить это ну можно еще с зеркалом конечно ну не мое это в компании когда-то там а так с каким-то там дальнейшими приключениями может быть в общем я забрал эту ташибу я продемонстрирую тут не хватает двух переключателей один переключатель я вытряса так вот взял открыл батарейный отсек ну и он выскочил но эти переключатели мне уже не первый раз такая ташиба один раз было тоже там переключатели были поломаны они крошатся вот эта пластмасса вообще у ташибы к сожалению моему большому сожалению фирмой хорошая но пластмасса не использовали какую-то она очень быстро стареет и становится очень хрупкой сколько раз я на это налетал уже но ничего не поделать какие-то сюда насадочки я сделаю я уже такое делал тем более будут они довольно похожи на оригинал вторую может быть которую я вы его вытряс отсюда я может восстановлю одну одну что-то близкое похожее сделать включил она и радио работает немножко пч расстроена а магнитофон у него там только моторы работают я потряс кусочки резинового пасеком выскочили я на один наступил размазал по полу в общем беда те пасеки которые растекаются ну замена я не думаю что будет трудно моделька очень простая у меня были однокассетные такие она симпатичная у меня есть еще там 66 еще какая-то ташиба почему-то не вот очень любили в черном цвете ну как-то он мрачноват был ну и на мой взгляд недостаточно хрома ташибы убираем принципе она не нужна я говорить о ней особо нечего а приехал домой какие-то там из холодильника продукты нашел в холодном состоянии там приел запил ключевой водой как сказка говорится ну что делать прилетели дикие гуси-лебеди ну и как там печаль свою несут в общем принесли печаль в общем а без света мы сидели почти двое суток почти двое суток ну и соответственно там со всеми тяготами и лишениями так вот я чуть там поел и думаю делать нечего темно на улице так довольно смысле пасмурный день работать точно я не знаю я стал зависимой от света после операции на глазах очень сильно мне вот без света ну это не жизнь просто не жизнь ну и поехал дальше встречаем моего знакомого а там вот стоит на углу philips и телефон кино это их видел этот точек у которого я купил в сабу потом я купил у него там сименс какой-то правда без кармана он откуда-то достает у кого-то в гараже и почему-то там все время в основном европейская аппаратура из азиатской было только 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 хитачи моновская и все я это я видел уже ну видели видели все вот я счел нужным вам сказать об этом что там стоит такой аппарат philips подхожу думаю вот это да вы знаете я всем говорю что не берите philips во-первых они шибко самобытные а во-вторых у них есть проблема с шестеренками которые они делали из какой-то гибкого материала я сейчас скажу к нам какой-нибудь капролак там меньше кто-нибудь поправит там или еще что я не знаю с какого материала самое дело в том что со временем этот материал он твердел и становится очень хрупким эти шестерни ломались вот я знаю человека который там двухкассетный philips у него и там каждая протяжка с тремя моторами там программная шестерня с позолоченными такими контактами ну там уже и шестерни добыл но человек мучается попробуйте вы там я отбиваюсь пока но я чувствую что придется у меня когда-то была такая протяжка я крутил и так и эдак ну там было три шестерни ужасном виде там одна из них такая червяк по моему было и я просто разобрал лучше вместо занимал там моторы какие-то снял просто для интереса и все поэтому philips это и кстати горя грюник одни и те же по моему протяжки использовали и есть большая вероятность налететь на то что у вас будет головная боль с этими шестерни шестерни уже кто-то по моему научился там на ebay продает кто-то из словакии что ли из наших статья варя он печатать на 3d принтере и на алиэкспресс уже вроде шестерни такие появились в самом случае мне вот этот человек у которых двухкассетник он говорит с алиэкспресса там мне прислали хорошего качества ну может быть эта проблема сейчас отойдет на второй план вполне допускаю но все равно купить магнитолу которая будет какая-то потенциальная засада лучше обойти знаете как вот грибники они обходят сомнительные грибы ну так и я старался не покупать philips и не я не могу сказать что у меня не было philips несколько штук у меня было и вот я запомнил что у меня был большой philips он назывался d84 34 у меня на магнитоле я интереса ради приведу здесь ссылочку у себя там на эту статью почему я говорю потому что по классу на примерно такая же магнитола как здесь и написано что вот динамики там 17 сантиметров хотя на мой взгляд на на 16 сантиметров и самое главное что они точно такие как здесь я просто сам у себя перечитал посмотрел что общее что там отличается там тюнер очень похожий там протяжка там софт-точ но зато это более мощная казалось здесь 30 ватт мощность потребляемая а там 14 ватт хотя динамики одинаковые ну в общем там есть какие-то отличия ну и я посмотрел на нее когда она стояла у продавца этого и вот думаю ну все в тебе ну все в тебе по мне вот просто хорошо а если конечно тут были пищу бумажные пищал очки ну вот раз трубы стоят пьезоэлементы а что хочу добавить здесь ну я бы сказал там позорные динамики с этом ну такая от магнитная система малюсенькая но может быть там неодимовые магниты стоят я не знаю но в той магнитоле мне понравилось как звучит она ну так скажу я кстати говоря crown 850 и там тоже вот открываешь динамики смотришь блин а что они могут дать они играют и играют неплохо спрашиваю продавца состояние рабочее какой он радио включал радио работает все хорошо кассетную деку не пробовал кстати говоря я заметил что он вообще-то ну не врет то что мне аварю прошлые разы так и было ну и он мне говорю что там он кому-то помогает там свой там сто двести гривен прикидывает и оказалось что очень похоже на правду я думаю что это и есть правда поэтому я говорю ну как постоянный покупатель я ему предложил сумму он говорит ну давайте вот завтра от суббота ну вот знаете есть поговорка дающие сразу дают двойне естественно этом не пополам срубил ну где-то так процентов 15 я скинул от цены ну думаю попаду на шестерни ну значит буду вот мучиться как все филипсоводы если таковые имеются с шестернями в общем я разобрал а проверить то негде света нигде нету в темную но мы договорились так без возврата забираю все а когда включили практически через двое суток ну если вырубили в утром пол пятого а включили что-то по-моему в девять вечера следующего дня следующая дня я думаю проверить надо включаю в радио прекрасно работает кассетную деку ну перемотки работает а play вот я беру там открываю ее нажимаю play а он не нажимается да блин попал засада разбирать так мне не хотелось что ты обленился за последнее время а а потом узнаете просто поставил кассету это play включается все нормально то есть он требует кассеты там какой-то видимо рычажочек какой-то замыкается немножко грязная была магнитола но не такая как там ташиба ташиба это вообще как бы поросенок неумытый а это было чистенькая хромированные кнопки здесь такие аккуратненькие кнопочки здесь кнопки там металл хром нормал но обычно нормал кнопку не делает две кнопки металлы хром здесь сделали поставил кассету как-то он играл я скажу я я не знаю как насколько хорошо он играл я взял первую попавшуюся кассету но обратил внимание что здесь не работает вот здесь с кнопки нету а я ее снял не работает вот дорожка из шести светодиодов но первый светодиод он должен показывать включение а дальше он должен как бы там сообразно громкости но здесь во время настройки на станцию показывает уровень сигнала во время кассетного я думаю что приходит вовремя юнит наверное он уровень сигнала показать хотя это автомат здесь ручной настройки нету и вот мира не работает вообще не свидеться думаю может там что-то нет fm светодиод зелененький светится все нормально думаю ну все хорошо ну надо же каким-то образом а я же когда включил play а наш начала играть значит шестеренками все хорошо и почему я так сказать подумал об этом дело в том что такие протяжки у нас в харькове был завод протон который выпускал там десну потом спутника потом протон так вот протяжка с протона она очень и очень и очень близко с похоже на филипсовскую вернее ну наверное я думаю думаю о хорошем я думаю купили лицензию естественно упростили и касательно шестеренок естественно никто там особо каких-то гибких не делал надо стоит пластмасса что было то и делали шестеренки и соответственно шестерня удар в удар я посмотрел у себя на вот на магнитоле 84 14 не 84 34 модель а там даже вот там она снимается перед с нее и сразу протяжка видно то есть все висит на задней стенке а у этого аппарата ну к сожалению потому что мне так сложнее ремонтировать все остается на передней морде протяжка и закрыта платами я потом покажу я при платы снимал мы все равно долезть довольно трудно то есть надо откручивать все протяжка вынимать работает машина чего ее трогать тут пусть она и работает можно вообще так сказать никому никогда не понадобится play в смысле магнитофонная часть но пока он у меня усил пока мой естественно я слушать не буду ну коль все хорошо а только не светится этот индикатор ну я думаю ну как-то не солидно ну и начал я собственно ли открутил и начал ремонт я когда вот покажу вам все внутренности а потом я соберу его и запишу виде как он работает потому что там немножко не помню сделали антенна там припаяна проводок ну сейчас я когда снимал я оторвал этот проводок случайно 2 потом припаяны провода ну сделали бы разъем на батарейные отсека ну не сделали не разъем я сейчас покажу заднюю панель вам вот такая задняя панель год 83 здесь написано 83 второй месяц февраль так на этом выбито бадиши это я уже расшифровываю анилины он сюда фабрик то есть бас фирма фирма бас сделала все аккуратно такая пластмасса хорошая здесь какой-то странный проводок вот так идет и сюда вот он выходит и ни к чему не припаян почему-то он такой если я правильно понимаю антенна она в проводе в она в экране и вот сама антенна прибавится сюда а экран по всей видимости одевается вот сюда пока я я вам потом дальше покажу просто я сейчас хочу показать что тут и как антенна у него была родная в идеальном состоянии это большой плюс какие-то графики написано там длительность разного рода батарей сколько работает в общем немножко отличается вот хотя я вот эта штука этот провод он заглушка как это закрыт ближе показывая и поскольку он разобран заднюю часть сверху не увидите графики там правы блок схема ну графики это знаете чем-то надо закрыть крышку там орнаментом каким-то соответственно там рисует повод будет фриденс и респонс тон control но это вообще детский сад даже частотные диапазоны написаны сверху и блок схема кстати говоря когда я вот искал проблему с светодиодной дорожкой ну и европеец я нашел даже две схемы сервис мануал один на итальянском по моему в общем но я привык читать японские схемы а здесь вот не трудная хотя вроде по уму сделано там вот на рисованы например на схеме детали а сверху надписи транзисторов где там транзисторов резисторов чтобы легче найти но скажем какой-то блок а куда он идет просто стрелкой плюс 3 написано я искал муту я никакой логики и не понял как это искать а потому что больше и там не находил ответная часть я уже там по схеме искал там а 3 например туда приходит там b3 там или c3 в общем какая-то вот я я не постиг это ладно я продолжаю вам внутренности показывает эти вот она это вот я снял эту дорожку ну тут еще накладочка есть такая вот эта накладочка кнопка для проверки питания сколько тут сверху у нас усилитель смотрите довольно большой радиатор стоит я сейчас забыл посмотреть что там на выходе у него надо было конечно на схеме посмотреть но я сверху напишу там какая микросхема так здесь переключатель здесь тюнер что тут в тюнере ну такой же тюнер как на восемьдесят четыре три четыре видите пружина тут очень хитрая стоит вот такая она не не навитая которая натягивает вернира вот такая вот как было как как удочка вы знаете так в сторону оттягивает вот она такая вот что-то хотел выскочить оказывает блок питания снимается я даже этого не знал он чуть не выскочил у меня трансформатор здесь довольно большой ведь у такой вполне солидный трансформатор кстати я включал ради мне мне понравилось как она играет так блок по магнитофонной части здесь потом еще мне понадобилось там добраться это усилительная часть здесь переключатели что тут хитрого а сами динамики посмотрите какие видите маленькие маленькие ну может действительно не один так-то они это самое пластмассовая корзина помните у нас были динамики . пластмассовая корзина с недоверием к ним относился ну главное что играть чтобы они играли нормально все остальное то чепуха здесь стоит довольно большой маховик такой вот я не знаю там поймали мне кажется видно да маховик действительно такой довольно солидный по весу не не так как динамики динамики я сказал же 100 грамм каждый вес но это восемьдесят четыре три четыре отличий визуальных я не вижу так это у нас на антенну видите я же говорю что один проводок по всей видимости это у нас там к тому странному проводу земляному по всей видимости а это к самой антенне подпаивается ну и два провода это же блоку батарейному отсеку на решение загадки вот этого вот дорожки вот светодиодные дорожки я пока там часа три или четыре разбирался честное слово схема идет баха оборвалась куда-то и самое интересное что я я я посмотрел думаю быстрее всего как правило сгорает микросхема забил у здесь микросхема сименсовская стоит у а 180 есть там аналог один и даже есть советский там что-то такой один поэтому сюда 1003 я напишу название забил в интернете люди пишут что стоит как процессор и реально действительно там то 400 винта 600 там за нее просят советскую я думаю может быть и именно не найдешь аналог полный а это микросхема она обеспечивает две дорожки по 6 светодиодов но здесь задействовано все пол микросхемы я решил проверить думаю может быть там какой-то электролит пробит или еще что-то нет электролит целый отсоединил дал 9 вольт на электролит смотрю дорожка загорелась а ура ура хоть микросхему мне не надо искать и вот начал искать и и ну и меня тут отдельные слова были в пользу инженеров philips если говорить прилично ну как так то ну как так можно было сделать я вам сейчас покажу я буду открывать мне придется снять вот эту плату магнитофонную и дальше покажу я удивился мне кажется ну так делать нельзя честное слово я заранее открутил здесь винт здесь у нас переключение ну вот осциллятор называемый переключение частоты подмагничивания для того чтобы на средних волнах не было он только на так называемые колебания биткенсел вот он видите такой здесь на 4 положения стоит обычно делать на 2 или на 3 винт я открутил это плата на двух защелочках 1 здесь 1 здесь и вот здесь у нас такой разъемчик пошатая и в сторону а под ней еще плата находится здесь переключатели chrome нормал металл вот я вытаскиваю и почему-то дорожка вот эта светодиодная была заведена вот конкретно на живут идет вот идет сюда и обратите внимание здесь привет инженером philips а здесь у нас четыре разъема а тут у нас стоит пять разъемов раз два три 4 5 я перешал для надежности и вот этот разъем стоял вот так вот то есть никакого тут фиксатора направляющие даже от на советских вот этих разъемов которые не были я не люблю ха вот эти вот такие вот черные знаете это там стоит какой-то такой посередине такая металлическая направляющая чтобы вот по-другому ей было невозможно одеть и она была одета вот так вот понимаете то есть 5 контакта там пустой мне надо было разбираться по схеме куда она приходит зачем она приходит и почему она сюда я понял что почему-то not когда я разбирал аппарат он произвели впечатление нетронутого девственного но вот этот вот разъем был соединен таким вот образом а его надо соединять вот сюда на одну на одну клемму ниже на один контакт они хотя бы его отогнули бы как-то или там кембрик бы отделе или я не знаю ну как это использовать одну ответную часть четырьмя контактная другую с 5 вот понимаете и вот решай как взять так или вот так хорошо что там ничего так скажем напряжение какое-нибудь ведь мы когда поменяли но прики куда-то напряжение которое там не должно было быть что-то замкнуть данном случае там повезло конечно в общем я был крайне удивлен как так можно было сделать так ну и ближе вам покажу видите протяжку я честно скажу что я не вижу смысла снимать обратите внимание на вот эти вот тяги они такие же как вот у протона я сейчас подсвечу очень похожие на протоновские тяги ну во всем случае такие вот хвостики в бок то есть если какая-то проблема случится можно всегда взять у меня эти протоны где-то разобранные есть я кинулся но как всегда вы знаете невозможно найти когда тебе надо тогда просто поверьте на слово и можете посмотреть на магнитоле и вот 84 34 там хоть и софт точь но все-таки примерно такая же протяжка а чтобы вам не показать перед откручивать кучу винтов и провода тут и так они видите лежат в общем я был немножко удивлен скажем так остальное динамики восьмиомные я просто померил амическое сопротивление пьезо видите высокочастотники пьезо у нас тут ну тюнер вот вот он весь ничего тут особенного не вижу обычный тюнер сейчас я соберу и потом уже буду демонстрировать вам как он играет ну и может быть переднюю панель как она близи ну вот я его собрал сейчас будем запускать давайте вам расскажу что за кнопочки здесь у нас баланс бас высокие стерео и тут есть такая функция спешил стерео пространственная стерео 10 моно то есть не переключатели моно стерео там или white вот так сказать плавно вот моно к стерео и к расширенному стерео вот она переключатель родов работ фона взилами радио и тейп здесь громкость здесь четыре диапазона здесь три типа ленты феррохрома нету счетчик кассетная часть клавиши называемый так сказать педального типа ручка громкости ручка настройки на станцию стрелка тут двойная тут для средних ум и fm а здесь у нас судя по всему длинные и короткие да такие снизу короткие 49 метров до 16 и длинными длинноволновый диапазон вот когда мы крутим видите сразу две стрелочки ходит по моему очень оригинально и красиво еще даже наклоню может вам не видно когда вы крутим эти сразу две стрелки ну такое только филипп сделал может еще кто-то но я не видел или сейчас не вспомню так мы включаем его радио я громко не буду реклама я от моно до стерео и для расширенного чуть-чуть пусть будет у нас между стерео и расширенного как по мне звучит вполне достойно вы знаете кассетная часть чуть похуже тут голову я не настраивал на 84 34 там шестигранником настраивать здесь маленькое маленькое отверстие надеюсь с головкой у нас будет совпадение азимута по 8 секунд максимум переверну что тут за контент 8 секунд youtube еще так прощает а 10 все бам вот такой вот аппарат сейчас сзади показываю что там отдельно вам показывал конечно графики еще раз на всякий случай кстати оля характеристики даны на внешние динамики не на а эти динамики на внешние хитро вот так и сзади вот так у нас фона линейный вход выход так внизу шильдик сделан в австрии кстати ря и тот 84 34 тоже в австрии сделан этот 85 у нас 14 а вы плэй машин в принципе насчет пауэ плэй я не буду спорить довольно громко играет вот примерно все что поэтому аппарату я хотел сказать и чуть-чуть по ташибе возвращаясь к ней вот наша ташиба которую я купил а вот такая как у меня есть эти практически мало чем отличается ну тут добавлен эквалайзер на эквалайзер ташибы это всегда засада обычно они в наше время уже не работают такая вот у них конструкция здесь четыре переключателя здесь три ну а так даже шкала 1 этаже видите на этом все всем пока